Время новостей на телеканале Север в студии Алина Ваучейская. Здравствуйте и вот о чем расскажем сегодня. Плюс три. В Ненецком округе зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Все зараженные сотрудники нефтепромысла на Хасырейском месторождении. Они прибыли на работу после двухнедельной обсервации, не дождавшись результатов последнего теста на коронавирус. Завершение работ в школе в микрорайоне авиаторов, строительство Дома культуры в Остикаре и расширение ассортимента медикаментов в аптеках Заполярья. Глава региона провел очередное расширенное совещание. Погружение в ненецкую культуру, сплавы по северным рекам и поездка в каменный город. В центре арктического туризма стартует летняя кампания по организации отдыха жителей и гостей Заполярья. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Президент России Владимир Путин во вторник выступил с телеобращением к гражданам России. Когда мы вместе по плечу даже самые критически сложные задачи, начал президент свою речь, напомнив, что 1 июля – основной день голосования. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить, с современным образованием и здравоохранением, с надежной социальной защитой граждан, с эффективной властью подотчетной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем и хотим передать нашим детям и внукам. Потому уверен, каждый из вас, принимая столь важное решение, думает прежде всего о своих близких, опирается на ценности, которые нас объединяют. А это правда и справедливость. Это уважение к человеку труда, к людям старших поколений. Это семья и забота о детях, об их здоровье, нравственном, духовном воспитании. Поправки в основной закон в случае вашей поддержки закрепляют эти ценности и принципы как высшие безусловные конституционные гарантии. Стабильность, безопасность, благополучие и достойную жизнь людей мы можем обеспечить только через развитие, только вместе и только сами. Именно на нашей ответственности, на наших искренних чувствах патриотизма, заботы о Родине держится суверенитет России. Так же, как и на уважении к своей истории, к культуре, к родному языку, традициям, к нашей памяти о достижениях и совершениях наших предков. Вновь обозначу свою позицию. Она четкая, неизменная и абсолютно твердая. Обновленный текст Конституции, все предложенные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке. Напомним о необходимости внесения поправок в Конституцию президент заявил в ходе послания Федеральному собранию в январе этого года. Госдума приняла в окончательном чтении президентский законопроект 11 марта. В тот же день он был одобрен Советом Федерации. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании. Оно должно было пройти 22 апреля, но было отложено из-за пандемии коронавируса. В Ненецком округе продолжается голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. На шестой день голосования свой гражданский долг исполнили более 15 тысяч жителей региона. Каждый гражданин может проголосовать как на избирательном участке, так и на дому. Однако есть небольшое отличие. Для использования услуги голосования на дому заявление принимается в комиссии по месту прописки до 17 часов 1 июля. Что же касается голосования на самих участках, то они работают ежедневно с 8 утра и до 8 вечера. Вне помещения на сегодняшний день на утро было подано 546 заявлений для голосования. Вне помещения, это в целом по округу, большая часть из них, ну практически уже все участковыми комиссиями отработаны, потому что комиссии старались за эти 6 дней, предшествующие дню голосования, охватить как можно больше избирателей, чтобы оставить время для избирателей, которые традиционно ходят в день голосования, то есть придут 1 июля, да, и чтобы максимального столпотворения не было, скопления людей не было, чтобы соблюсти все санитарные дистанции, санитарные меры. Исполнили свой гражданский долг более 15 тысяч жителей региона. В это число входят избиратели, проголосовавшие досрочно, а также те, кто открепился и прикрепился к избирательному участку по месту прописки на территории региона. На сегодняшний день, на 2 часа дня у нас проголосовало 15 256 избирателей на территории Ниньского округа. Из них порядка 5-300 – это избиратели, проживающие на территории Заполярного района, на тысячу больше – избиратели, проживающие на территории города Наринмара, и около 4 тысяч – это сотрудники нефтепромыслов. В целом явка составляет 41,2%. Несмотря на снятие ограничительных мер с 1 июля, на участковых избирательных комиссиях продолжат соблюдать меры безопасности. Каждому избирателю выдадут одноразовые перчатки, маску и ручку для комфортной процедуры голосования. Важность нашей Конституции и поправок к Конституции нельзя не отметить. Я со студенческих лет в молодежной политике, в волонтерстве, и те поправки, которые касаются молодежной политики, волонтерства, они очень важны. Именно эти поправки дадут достаточно большой рывок в развитии волонтерства, в принятии закона о молодежной политике на федеральном уровне, позволит на всех уровнях – на федеральном, на региональном и на местном – выстроить вертикаль по работе с нашим молодежью. Проголосовать нужно обязательно, потому что это социальная ответственность и гражданская обязанность каждого – высказать свое мнение по поводу того, что просит государство. Обратились за помощью, пришли, проголосовали, высказали свое мнение. Никто за это наказывать не будет. И все. Я считаю, что это надо обязательно сделать. Вне зависимости от того, какого у вас решения, что вы хотите ответить. Ну, ответить надо в любом случае. Также на каждом участке можно принять участие в викторине розыгрыша. Необходимо прийти на свой избирательный участок, проголосовать. Затем подойти, взять купон и ответить на вопросы. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Антон Водряков, Телеканал «Север». 30 июня завершились полеты членов избирательных комиссий в труднодоступные уголки Заполярья. Исполнить свой гражданский долг смогли оленеводы и чумработницы, метеорологи и те, кто трудится на нефтепромыслах. О голосовании в полевых условиях в следующем материале. Около часа в пути и члены избирательной комиссии высаживаются на Тегинском месторождении. Все, кто прибыл на промысел, накануне прошли тестирование на COVID-19. Но, несмотря на это, здесь обязательная процедура измерения температуры. Пройдя входной фильтр, избирательная комиссия отправляется в здание административно-бытового комплекса. Здесь уже ждут те, кто, находясь на вахте, готов исполнить свой гражданский долг. Один из них – стропольщик Семён Талеев. Мужчина уверен – сказать своё твёрдое «да» или «нет» должен каждый. Тем более созданы все условия для безопасного голосования. «Соблюдаются антисептики, маски, перчатки, расстояние полтора метра, дистанция, соблюдают дистанцию». А это уже инзерейское месторождение. Голосуют нефтяники и сотрудники сервисных организаций. Одну из первых галочку в бюллетене поставила повар Елена Смирнова. Это очень хорошо, что государство заботится о людях, которые находятся в данный момент в тех точках, которые только прилетают вертолётами и оленями доставляются. Мы же тоже хочем… Для нас Россия – это очень важно. Это наша родина, где мы родились, где наши дети, где наша жизнь проходит. Следующий пункт в маршруте – одно из самых крупных месторождений Ненецкого округа – Южная Хальчию. К прилёту членов избирательной комиссии здесь готовились основательно. Как и на других в нефтепромыслах, помогли организовать процесс проведения голосования, ведь в этом году и без того специфическая досрочка превратилась в настоящее испытание для избирательных комиссий. В полевых условиях. Условия сжатые, во-первых, по времени сжатые, во-вторых, очень всё это быстро происходит, что отвлекаться не приходится, скажем так, очень сложно. Тем более все эти маски, всё это тоже усложняет. Во-первых, дышать очень тяжело, стекло постоянно запотевает, что сложно съесть. Несмотря на сложные условия, члены избирательных комиссий Ненецкого округа облетели большинство месторождений. Досрочно проголосовали более трёх тысяч работников нефтепромыслов. Кроме того, смогли исполнить свой гражданский долг и те, кто сейчас кочует в тундре, трудится на метеостанциях или находится в деревнях, где нет избирательных участков. Досрочное голосование завершится 30 июня. Алина Ваучейская, телеканал «Север», Ненецкий округ. И теперь к другим темам. В Ненецком округе за прошедшие сутки зафиксировано три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Все трое заражённых – сотрудники нефтепромысла на Хасырейском месторождении. Заболевание у них протекает в лёгкой форме, поэтому лечение они будут получать амбулаторно. Об этом сообщили в окружном профильном департаменте. В ведомстве также отметили, что сотрудники нефтепромысла прибыли на работу после двухнедельной обсервации, не дождавшись результатов последнего теста на коронавирус. Организация, осуществляющая нефтедобычу на Хасырейском месторождении, допустила грубейшие нарушения, позволив сотрудникам заехать на вахту, не дождавшись результатов теста на коронавирус и нарушив рекомендации Роспотребнадзора. В настоящее время рассматривается вопрос о закрытии месторождения на карантин. Предприятие будет привлечено к административной ответственности, сообщили в профильном ведомстве. Таким образом, всего с начала пандемии в Ненецком округе зафиксировано 107 случаев заболевания COVID-19. 75 полностью выздоровели. Лечение в инфекционном отделении Ненецкой окружной больницы проходит 5 человек. Амбулаторно на Харьягинском месторождении лечение получает 21 человек, на Хасырейском – трое. В больнице города Усинска, Республики Коми, лечение проходит 1 человек. С медицинского контроля за прошедшие сутки снят 61 человек с начала пандемии 2064. Под медицинским контролем остается 292 человека, из них 288 в самоизоляции, четверо в обсерваторе. Ассортимент лекарственных препаратов в аптеках Ненецкого округа должен быть расширен. Такое поручение глава региона дал руководителю профильного ведомства в ходе расширенной планерки. Как отметил Юрий Бездудный, вопросы, которые поступают от жителей региона, по жизненно важным темам должны отрабатываться оперативно. О том, какие еще поручения были даны в ходе заседания, расскажет Мария Даник. Традиционная планерка при главе региона – возможность обозначить самые острые вопросы. Один из тех, что не снимается с повестки дня уже не одну неделю – завершение строительства школы на улице авиаторов. В частности, речь идет о парковке, которая не была предусмотрена проектом. Когда мы откроем школу, станет вопрос, где будут парковаться родители. Там на сегодняшний момент возможности парковаться нет. Поэтому мы должны предусмотреть и к первому сентября все сделать, парковку сделать нормально. Устранение недоработок в школе идет в плановом режиме. Завезены стройматериалы, отремонтирована крыша, ведутся внутренние покрасочные работы. Кроме того, как сообщила Наталья Сидорова, завершен ремонт спортзала в Красном. Там поменяли покрытие, а сейчас новое соберненное покрытие, поэтому здесь водлящик все встроен до 30-го июля у нас устроен. Завершены работы по формированию земельного участка под строительство нового дома культуры в Усть-Каре. Ранее с проблемой нехватки площадей в Старом ДК главе региона обратились жители поселка. Юрий Бездудный поручил профильным окружным ведомствам подобрать с учетом мнения жителей типовой проект нового дома культуры на 150 мест. Земельный участок уже сформирован другой, новый и с большей площадью. С главой муниципалитета и с департаментом образования профильным согласительные процедуры все уже прошли. Никто не против, поэтому как только мы получаем в настоящее время доставительных планов муниципалитета, мы этот участок уже выставляем торги и работаем уже завершены. В Ненецкой окружной больнице начата работа по переводу части коек, которые были ранее перепрофилированы для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией в штатный режим. И вот то, что мы сейчас начали перепрофилировать, часть коек, это подводит отличный объем оказания специально-медицинской помощи, в том числе для планов госпитализации пациентов, которые уже у нас в тот период, когда было приостановлено, есть необходимость уже решения этих вопросов. Продолжая тему здравоохранения, глава региона Юрий Бездудный дал поручение руководителю профильного ведомства о необходимости расширения перечни лекарственных средств в поселениях региона. Лекарства первой необходимости есть, но как только мы выходим за границы, вот первой необходимости лекарств, ничего нет. И этот запрос от депутатов и от глав, он постоянный. Поэтому расширьте, пожалуйста, ассортимент, свяжитесь с каждым поселением, в аптеках должен быть полный набор лекарств. Еще одно поручение глава региона дал исполняющему обязанности руководителя департамента строительства ЖКХ и транспорта Павлу Масюкову. Оно касается увеличения рейсов до населенных пунктов. Просьба откликаться на эти запросы. Если набирается необходимое количество пассажиров, мы просто обязаны ставить рейс. Тем двум рейсам, которые были походки на Индико, добавились еще сейчас в переверку, да, с нападением рейсов? И если есть необходимость не раз в неделю, а два раза в неделю набираются пассажиры, значит, мы должны этот рейс ставить. Также на планерге было объявлено о том, что на этой неделе в регионе планируется установить начало пожароопасного периода. Мария Даник, Антон Водряков, Телеканал Север. В собрании депутатов Ненецкого округа состоялось заседание предсессионного комитета, на котором парламентарии рассмотрели 19 вопросов. В частности, депутаты обсудили поправки в окружной бюджет на 2020 год и плановый период. Два новых законопроекта о рыболовстве и государственной поддержке сельского хозяйства. На комитете поддержаны два обращения регионального парламента к председателю правительства России. Одно из них касается возмещения вреда по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Второе – регулирование государственной регистрации актов гражданского состояния. Кроме того, решением комитета на предстоящей сессии будет представлен отчет главы региона о результатах деятельности администрации Ненецкого округа. Ежегодный доклад представит временно исполняющие обязанности губернатора Юрия Бездудной. Очередная сессия окружного собрания депутатов пройдет 2 июля. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте окружного парламента и на телеканале «Север» в этот четверг, начало в 10 часов. Пострадавшие от паводка жители Заполярного района начнут получать компенсационные выплаты на следующей неделе. Об этом в ходе планерки при главе региона рассказала глава районной администрации Надежда Михайлова. От жителей Великовисочного сельсовета, которые пострадали в результате паводка, в администрацию Заполярного района поступило 195 обращений. Напомню, в этом году в муниципалитете был введен режим чрезвычайной ситуации. Из-за большой воды подтопленными оказались более 290 придомовых территорий и порядка 250 жилых домов в Виске, Тош, Виске, Щелиной и Лабышском. До конца недели постараемся отработать, чтобы в последующей неделе уже начать производить выплаты людям. У Оксина пока нет, но разговаривали с главой, что до конца недели начали документы уже добавить. Как поступать, сразу будем опровадывать. Как отметил в Рио губернатор Нейнского округа Юрий Бездудный, важно довести деньги до пострадавших от паводка в оперативном порядке. Понятно, они хотят на эти деньги закупить материалы и сделать какие-то ремонтные работы. Погода устанавливается в середине недели хорошая. И, к большому сожалению, климат у нас такой, что такая погода редкость. Поэтому, как только деньги поступают, перечисляйте их людям. Напомню, для жителей сельских поселений, чье жилье пострадало от паводка, при подтоплении жилого помещения ниже уровня черного пола, компенсация составит 10 тысяч рублей. На уровне между черновым и основным полом – 20 тысяч рублей. Выше уровня основного пола – 30 тысяч. В случае, если жилье полностью или частично обрушилось в результате паводка, выплата составит 50 тысяч рублей. Мария Даник, Антон Водряков, Телеканал «Север». В условиях пандемии коронавируса в России возросла роль внутреннего туризма. И Ненецкий округ не исключение. Для тех жителей Заполярья, которые приняли решение остаться на лето в Нарьинмаре, Центр арктического туризма подготовил различные экскурсионные и туристические программы. Какие именно, расскажет Дарья Чупрова. Это одна из первых экскурсий после снятия ограничительных мер. Людмила Умнова, культуролог Центра арктического туризма, рассказывает про дерево желаний. Это место почитается как священное. Здесь проводят обряды. Мы с вами находимся у уникальной природной конструкции. Мы называем это деревом желаний. Здесь растет лиственница, которая для ненцев – дерево богов, дерево нума. И береза, которая выстроилась вокруг лиственницы. Рядом расположен чум, где вам расскажут, как ненцы ведут свой быт, почему в чумах не ходят по кругу и как устанавливается такая конструкция. А еще тут живут несколько северных оленей. Сейчас у животных проходит период сезонной линьки. Это нормальное состояние. Скоро они похорошеют и станут однотонными. Это настоящий белый олень. Он маленький. Ему на сегодняшний день идет пятый год. Мы разрешаем на нашей территории кормить оленей яблоками и морковью. Также зелень с удовольствием они потребляют. Вообще в дикой природе главное лакомство – это, безусловно, грибы. За время пандемии было разработано несколько предложений для местных жителей и гостей из других регионов, а также экскурсионные программы для детей дошкольного и младшего школьного возраста. В июле, в августе, в сентябре, по мере дальнейшего снятия ограничений действующих, у нас запланирована программа сплавов по нашим местным рекам, где люди смогут уединиться с природой, понаблюдать за нашей природой, как она меняется. И у нас в августе запланирован выезд совместный с нашим туристическим оператором Красный город в Каменный город, Каньон, Большие ворота, ну это в районе поселка Индига находится. Это одна из наших главных таких природных достопримечательностей. Ознакомиться со всеми предложениями и узнать дополнительную информацию можно на сайте Центра арктического туризма. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор выпуска прогноза погоды – компания Полар Транс. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Берегите себя и своих близких и будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok